всем привет с вами кирилл добро пожаловать в третью часть изучения модов farming simulator 17 сегодня начнем изучать колеса наверное чтобы целиком записать все что касается колес мне сегодня времени не хватит поэтому запишем только первую часть значит а потом перейдем более сложным уже вариациям как многие знают в игре есть различные конфигурации колес при покупке все это содержится в блоке will configurations и мы сегодня рассмотрим простую базовую конфигурацию здесь у нас xml от sample мод всю вот эту его родную конфигурацию колеса комментируем shift control q скопируем так мил конфигурация закроем его скопируем вот эту строку will configuration также так закроем и собственность нам нужен блок wheels и также закроем отлично вот собственно у нас можно сказать заготовка такая некая для колес что значит здесь есть will will configurations это весь родительский блок конфигурации колес в него вкладываются под блоки will configuration это и есть собственно конфигурации различные колес можно продублировать и здесь написать вторую конфигурацию этому пока делать не будем ну и стандартный блок wheels многим он знакомым еще и сам симулятор 15 его мы сегодня и сделаем а вот конфигурацию со спаренными колесами это наверное уже в следующем видео сейчас делаем простые стандартные колеса скопируем значит целиком колесо здесь значит вкратце пробежимся по параметрам рот спид это рулевое колесо 1 это колесо рулит 0 колесо не рулит здесь указываем значит рот спит один то есть переднее колесо у нас будет поворачиваться вот здесь и керман стиринг мы указываем скорость поворота рот спит и максимальная максимальный угол поворота колес влево вправо а также указываем вокруг таких колес будут будет происходить поворот то есть передний у нас поворачиваются трактор следует за ними но поворачивается он относительно все-таки своих задних колес здесь указываются индекс порядковый номер номера колес начиная с нуля вот это у нас колесо 0 дальше которой мы будем делать еще три колеса будут соответственно с индексами 123 и вот здесь они как раз указываются так rest load это нагрузка колеса как я понимаю на поверхность посмотреть можно этот параметр в консоли в игре когда игра запущена когда мод куплен но я этим даже заморачиваться не буду оставлю как есть полтора рерб это у нас поворотная цапфа либо ступица которая поворачивается у колеса и поворачивать с собой вместе с собой колесо drive но вот это у нас непосредственно само колесо которое вращается при движении force point rate его близко не представляю что за параметр пробовал менять его особой разницы не увидел поэтому просто оставлю как есть даже трогать его не буду файл на им это ссылка на xml файл из которого подгружаются у нас колеса в стандартной технике все колеса подгружаются из сторонних файлов нам этого пока здесь не надо но последствий конечно мы сделаем все это из лет указывает у нас левое это колесо или правое левое колесо файл справа этот параметр тоже используется в том случае если колеса погружаются из сторонних файлов нам этого не надо и не шелком пряжь 20 я тоже в общем то не особо понимаю что это за параметр поэтому оставлю по тому же принципу если не знаю как она работает но она работает тот так ему и пусть оставлю 20 как есть сасп тревел ход подвески то есть насколько высоко вверх вниз колесо сможет прыгать спринг и демпер это жесткость и демпер жесткость навески вот я всегда путал навески игры подвески а спринг это спринг пружина пружинистость подвески в общем как то так серьезно я с этим тоже особо не заморачивался честно признаюсь сколько делаю модуль никто ни разу не сказал вот насчет этих параметров мне что-то не так поэтому я просто оставляю как есть и все и все работает все довольны и слава богу дальше х и старый трек это если у нас у колеса следы джу есть файл снит х спать и кос если из под колеса пыль опять же true есть файл снит дальше идут необязательные параметры фендер ноут это у нас крыло если есть индекс крыла если она есть на тракторе у нас его нет фендер рот макс это максимальная максимальный поворот крыла если опять же она есть то есть колесо у нас может повернуться сколько там у нас указано на 42 градуса а крыло у нас повернется на 33 то есть меньше градусов этого у нас тоже нет в тракторе поэтому удаляем стилинг ноут это штоки цилиндров переднего моста поворотных цилиндров у нас их нет поэтому тоже просто забьем ну и максимальные и минимальные вот это минимальное вот это максимальное смещение эти штоков цилиндров тоже можем смело удалить у нас ничего нет вот практически готово колесо здесь не хватает трех важных параметров так как эти параметры вынесем у нас вот в эти вот внешние xml файлы во первых нет параметра радиус она 3 нет массы колеса а тоже надо в третьих по моему так это пишется то и 3 катлас индекс это у нас тип следа 0 это елка соответственно 1 2 3 и так далее это у нас другие типы следов можно в игре поэкспериментировать посмотреть по моему даже где-то и в интернете видел описание под каким индексом какой след скрывается продюс нам нужен радиус колес открываем модель в сети где-то валяется линейка линейкой можно размер колеса померить примерно вот так вот так примерно поставим посмотрим сколько здесь 160 где-то 4 сантиметра не то открыл калькулятор значит 164 сантиметра делим это так как это у нас диаметр колеса не радиус колеса 82 ну и масса колеса где-то я читал что при настройке желательно начинать с одной десятой я пока так себе оставлю есть еще один параметр он не обязательно ширина вид ширина либо мы можем сами указать также линейкой черт линейку для линейки померить сколько у нас там получается ну где-то 50 00 39 примерно так 0 39 если конечно требуется если не требуется то можно оставить без этого параметра он необязательный тогда игра рассчитает вот 17 не знаю какой формуле точно не могу сказать а 18 по моему все это дело делит на 5 то есть берет радиус колеса делит его на 5 тем самым выясняет примерный примерную ширину колеса сейчас здесь разберемся с индексами значит сначала переднее левое колесо вот у нас ведь видим да здесь ступица колеса то есть все это дело у нас вот так вот при повороте вращается берем вот этот индекс это у нас рерб а вот это то что непосредственно на ходу вращается это драйв ну вот одно колесо у нас готово сейчас берем его дублируем три раза то есть у нас еще три колеса это у нас быть передние левое переднее правое заднее левое заднее правое соответственно у задних колес род спид ставим 0 кто не знает в ноутпэд можно с зажатой клавишей alt выделять вертикально строки они только горизонтально рест лут как я и говорил я оставлю радиус у нас все четыре колеса одинаковые массу тоже оставлю в общем то я оставлю здесь все параметры только поменяю индексы если требуется то здесь естественно эти параметры настраиваются отдельно под каждое колесо 12 значит 120 передние правые наши задние левые у нас вот это задние правые и вот здесь у задних колес параметры drive note можно не указывать так колеса у нас никуда не поворачиваются никаких у них ступиц цап в поворотных всего прочего нет они у нас стоят строго прямо то мы просто драйв ноут удаляем игра прекрасно поймёт и без него что колесо у нас просто должно крутиться и ехать вот собственно как то так про автор этой бэкспид не сказал это автовозврат руля кто не знает чем выше этот параметр и тем больше будет тем быстрее будет колесо возвращаться в свое исходное положение так что здесь еще сказать экерман стиринг можно кстати вот без этой конфигурации использовать то есть если мы удалим вот таким образом этот блок то собственно ошибки никакой не будет все будет отлично работать колеса будут поворачивать и здесь есть еще один интересный параметр вот у нас колеса вокруг которых происходит поворот то есть это задние два колеса здесь можно указывать не только колеса но и точку в пространстве по осям xz это можно посмотреть так как я на память не помню можно глянуть в любом шарнир на сочлененном стандартном тракторе ну например в кейс экерман стиринг вот видим у нас есть параметр рот центров то есть мы можем не это продублирую на всякий случай и закомментирую строку только нам не пригодится то есть мы можем вместо этих двух колес вставить параметр рот центр настроить смещение по осям x и z точки и тогда у нас уже вращение будет происходить не вокруг колес а вокруг вот этой точки поворот трактора на шарнир на сочлененных тракторах с шарнир на сочлененной рамой это конечно существенный довольно параметр приходится очень долго иногда колдовать чтобы настроить правильный правильное поведение наемного работника я столкнулся уже с такой проблемой что на конце поля он просто теряется не может ему не хватает маневренности чтобы развернуться нормально поэтому приходится не только вот делать у него поворот рам но еще приходится немножко хитрить и делать поворот колес и как раз поворот колес делается и вот с этим вот параметром то есть выставляется точка вокруг которой происходит поворот трактора хитрая скажу штука но иногда в общем приходится повыделываться так вот по базовым колесам все в принципе если здесь особо больше не заморачиваться то вот при такой комбинации нас трактор поедет уже но дальше конечно будем рассматривать как сделать все это грамотнее чтоб можно было делать более сложные конфигурации колес применимые сторонние файлы xml и колеса выкинем из трактора ну на этом пока заканчиваю но но в общем и целом колес мы еще продолжим всем пока